Октябрьская революция 1117 года для Белоруссии культовое знаковое событие. Постепенно большевики набирают обороты. В Белоруссии их количественное и качественное представительство возросло в первую очередь благодаря наличию Западного фронта. Большевики своими идеями и лозунгами именно в то время, в 17-м году, они наиболее отвечали чаяниям народа. СССР получило и население, и территорию в рамках, опять же, Минской, Могилевской, части Виленской, Витебской и Смоленской губернии. Наша государственность начинается там. Октябрьская революция для Белоруссии. Понятно, что революция происходила на территории всей бывшей Российской империи. Но ввиду того, что народов очень много, и все разные, и процессы, я уверен, происходили по-разному, вот чем отличалась революция в Белоруссии? На территории Белоруссии, точнее, будет сказать, применительно к тому времени. Действительно, Октябрьская революция 1917 года для Белоруссии культовое, знаковое событие, которое очень сильно определило всю последующую историю нашей страны, нашего государства, нашего народа. Ну, условия, наверное, можно выделить следующие. То, что революция 1917 года, Октябрьская, в Белоруссии, она происходила в тех рамках, в тех контурах, которые были в рамках единых революционных событий в России. Тут мы были тесно связаны с теми событиями, которые происходили в Петрограде, тогдашней столице России, уже не империи, потому что Россия, как самодержавие, самодержавие перестала существовать в результате февральской буржуазной революции. Вот это как бы первое условие. Второе условие, наверное, следует выделить, это то, что именно в это время происходит небывалый пик, всплеск вот этой политической активности, когда появляются новые партии, воссоздаются старые, допустим, белорусско-социалистическая громада, чья деятельность была упразднена в 1915 году в связи с боевыми событиями Первой мировой войны. Она воссоздалась в 1917 году, занял свои очень активные позиции в национальном движении, да и не только именно национальной партии. В это время как раз активно развиваются либеральные партии, буржуазные, ну, допустим, партия конституционных демократов, кадетов, которые, по сути дела, станут правящей партией вот в России, в Белоруссии, именно официально я имею в виду, когда к власти придет временное правительство, потому что основная масса вот идей, которых осуществляло временное правительство, это, по сути дела, идеи, реформы или какие-то попытки держать власть с точки зрения именно кадетской партии. Вот очень часто даже вот в литературе, в художественных произведениях, вот представители большевиков, они говорят, а это кадетская власть, кадетская партия. Появляется новый орган власти, это временное правительство, вот это еще новое одно условие. В Белоруссии действуют его, скажем, филиалы, это комиссары в рамках губернии, в рамках уездов, вот со своими канцеляриями, то есть создается вот как бы официальная власть, и здесь очень много к ней всегда было нареканий. Ну, в советское время временное правительство ругали и клеймили, на чем только свет стоит, по той простой причине, что, мол, оно ничего не сделало, не воплотило ничего, ничего не могло решить, никакие проблемы, которые так и остались нерешенными буквально вот с первой русской революции, там, с 1905-1907 годов. С другой стороны, если вот так вот логически посмотреть, приглядеться на само название «временное правительство», так оно и создавалось для временного срока. А все в дальнейшем должно было решаться учредительным собранием, неким таким съездом, сходом представителей всея Руси, в том числе и белорусских земель, которые мы к этому времени перестали называться северо-западным краем, стали называться западной областью, вот с центром в Минске. Ну, это вот Виленская губерния, Могилевская, Витебская, Минская губерния, вот, уже не северо-западный край. Одновременно с временным правительством власть на местах, вот, особенно в крупных городах, аккумулируется в руках советов, то есть революционных органов власти. То есть еще одно условие революции 1117 года, Октябрьская революция, это двое власти, да, это вот наличие власти у советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, вот, наиболее сильным в белорусских землях был Минский совет, кстати, в нем тогда большевики не доминировали, как он только создан был, в нем доминировали такие партии, как меньшевики, эсеры, бунтовцы, это всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России, еврейская национальная партия. Вот, то есть в условиях двое власти. Но если брать Беларусь, то, наверное, следует выделить еще и третью силу, это национальная партия, вот, белорусская социалистическая громада и те организации национального толка, которые стали плодиться как грибы, вот, буквально начиная с марта 1117 года. Когда, ну, политический такой вседозвол наступил после падения самодержавия, после того, как... То есть вот появление вот этого огромного количества разного рода партий, я уверен, что они были не очень-то и многочисленными, ввиду того... Около 20 всего на территории Беларуси, но так очень приблизительный подсчет. Да, но каждая из них, это какая-то, ну, очень маленькая... Маленькая толика, несколько десятков, допустим, там, участников, членов партий, несколько, там, десятков сочувствующих, но часто названия друг друга повторяют. Там, допустим, Белорусский национальный союз, Белорусский народный союз и тому подобное. Вот. То есть почувствовали люди, ну, более-менее активные, почувствовали своего рода вольницу. Да, можно и... После крушения империи. Можно и так сказать. Ну, и плюс, видите, в чем дело, ну, наверное, забегая несколько вперед, нерешенными были важные проблемы. Это проблема земли, это проблема мира и проблема народов наций на самоопределение, вот, вплоть до создания своего национального государства. Вот среди вот этого большого количества партий, ну, или политических сил, лучше так сказать, потому что по сегодняшним меркам те партии, которые были тогда, в общем-то, и партиями это назвать, наверное, сложно. Ну, вот... Критерии были другие, конечно. Да, критерии были другие. А чем взяли... Мы же знаем, чем все закончилось-то, собственно, по итогу, да? Чем привлекли и привлекали большевики? Вот, видите, даже в Минском совете они не доминировали на момент его создания. В марте нет. А, но потом... Потом, да. Все больше и больше, и по итогу это стала главная партия всего Советского Союза. РСДРПБ, российская демократическая рабочая партия большевиков, действительно, на протяжении 1917 года сделала количественный и качественный рывок вперед. На момент февральской революции можно встретить хрестоматийные факты, что их около 70 тысяч всего лишь по всей Российской империи. К примеру, партия социалистов-революционеров, эсеров, она составляла около полумиллиона. Но постепенно большевики набирают обороты. В Белоруссии их количественное и качественное представительство возросло в первую очередь благодаря наличию Западного фронта. Потому что одно из условий революции, в котором она протекала, это то, что она происходила в условиях Первой мировой войны. Да, и надо помнить, что территория, ну, в нынешних границах Беларуси, которую мы знаем, была поделена пополам, по сути, на тот момент. То есть половина, западная часть, была оккупирована Нициной. Да, фронт к нам пришел в 15-м году, в начале 15-го года, вот в середине были оппозиционные бои, и к октябрю 1915 года фронт у нас установился по линии Двинск, это современный Долгопилск, Латвия, поставы Баранович и Пинск. Даже пришлось ставку верховного главнокомандующего из Баранович переносить в Могилев, потому что Барановичи остались за немцами. И в этих условиях присутствие до двух миллионов солдат и офицеров царской армии давало, конечно, благоприятную почву большевикам для своей деятельности. Почему? Потому что с началом Первой мировой войны большевики оказались единственной партией, которая выступала за поражение своего правительства в войне. Такая антипатриотическая позиция. Но эта позиция была с дальним заходом, в том плане, что большевики стремились, как любая партия, к власти и к созданию своего рабоче-крестьянского государства. Соответственно, буржуазия, сама помещики, капиталисты власть не отдаст, придется брать вооруженным путем. Хотя был период в 1917 году мирного развития революционных событий, но, скажем так, не получилось. Об этом, может быть, даже попозже. И поэтому большевики считали, что армию необходимо обрабатывать своими идеями. Обязательно. Вот другие партии так не считали. Допустим, эсеры прекрасно понимали, что основная масса солдат – это крестьяне, так они так и так несут наши крестьянские идеи, допустим, программы социализации земли. А большевики целенаправленно работали. Вообще большевики, я бы даже сказал, что в это время… Но вот за поражение выступали только большевики, все ведь остальные за победу до победного конца. За войну до победного конца, но превращение страны в такую демократическую республику. Вот, допустим, революционная партия эсеры, меньшевики, анархисты вообще выступали против любой власти. Само слово «демократия» для них считалось ругательным, потому что там есть греческий корень «кратос» – «власть». А большевики целенаправленно работали на превращение вот этой войны империалистической в гражданскую, на основе которой они смогут потом взять власть в руки. Поэтому фронт, не только западные, другие военные части других фронтов, ими целенаправленно, скажем так, обрабатывались, пропагандировались, и части вот распропагандированы, то есть подвержены вот этой большевистской пропаганде, и идущие за их идеями. Ну, в качестве примера вот таких большевиков я приведу, ну, допустим, Николай Рогозинский, который впоследствии станет первым председателем областного исполнительного комитета Западной области и фронта. Вот. Он сам с Курской губернии, правда, он закончил полоцкий кадетский корпус, хоть какое-то отношение к Беларуси имеет. А вот другие большевики, Александр Мясников, настоящая фамилия Мясникян, он армянин, он уроженец Ростова-на-Дону. Ну, тогда Нахичевань-на-Дону, но это современный пригород этого Ростова-на-Дону. Или, к примеру, Карл Ландер, латыш. Или Вильгельм Кнорин. Кстати, все имена на улицах Минска. Вильгельм Кнорин. Вы перечисляете, а у меня улиц прямо... Да, латыш Кноринш. Или, к примеру, Иван Олибегов, он грузинского происхождения. То есть все это большевики, это члены РСДРПБ, и которые оказались у нас на Западном фронте в основном младшими офицерами, прапорщиками. И вели активную большевистскую пропаганду и активно участвовали в революционных событиях. С одной стороны, ну, как бы все понятно, но есть один момент, весьма специфичный, который дальше будет прослеживаться. Это были не белорусы. Белорусские национальные идеи им были достаточно, ну, не то что чужды, но, может быть, они даже их и не воспринимали как серьезные, вот. Они считали, что главное, должен вспыхнуть пожар мировой революции. И вот впоследствии, когда они займут руководящие посты, позиции, здесь у нас в Беларуси, можно будет увидеть их политику, своеобразную такую, что не нужно ничего делать с белорусскими землями, не нужно их как-то самоопределять, создавать какую-то административную или даже автономную единицу для того, чтобы она дальше развивалась в рамках России, не в рамках России. Они твердо исполняли, ну, скажем так, требования с центра. Иногда даже, может быть, перебегибали палку в отношении этих даже требований и считали, что никакого самоопределения белорусов здесь быть не должно. Но, с другой стороны, их можно понять. Главная проблема, и вот большевиков, которых я назвал, был Западный фронт. Потому что долгое время фронт был в перемирии, а в феврале 1918 года, когда зайдут переговоры в Брест-Литовске о мире в тупик, немецкое командование даст приказ о наступлении. И нужно будет как-то удерживать линию фронта. Мы знаем, что ослабленные части будут отступать. Вместе с большевистским руководством, руководство от Западной области перейдет в Смоленск. И немцы дойдут до Полоцка, до современного Витебска недалеко. Займут половину Орши, к примеру. Хорошо все это показано, допустим, в белорусском фильме «Хлеб пахнет порохом». Вот наш белорусский кинематограф как раз осветил все эти события. Займут Могилев. Если точно сказать, то не главное это было направление для немцев. Главное было севернее и южнее. Возможно, это даже в чем-то и спасло Беларусь от полной оккупации. Часть Беларуси все-таки белорусские земель. Что вы назвали, это уже почти полная. Почти, но что-то останется. И плюс к Западной области отойдет Смоленская область. Ну, Смоленская губерния, если быть точным. Вот в чем еще момент. Потому что, если посмотреть на карту, то немецкие части активно будут развивать наступление южнее, где они займут практически всю Украину, вступят в Донбасс. Там партизанское движение советское против немцев будет организовывать. Климент Порошилов, будущий маршал Советского Союза, его сподвижник Александр Пархоменко, герой гражданской войны. И севернее Белоруссии. Потому что там будет столица революционной России, Петроград. И именно там, 23 февраля, первые спешно организованные отряды Красной Гвардии вступят в бой с немецкими частями. И мы и сейчас празднуем этот праздник, ну, когда-то в советское время, как день советской армии и военно-морского флота, сейчас как день защитника Отечества. А вот на территории Белоруссии, в центре, да, как бы было, ну, более спокойно, скажем так. То есть активных боевых действий уже не было, потому как уже, в общем-то, все было занято. Да, и Москва станет столицей вот как раз только в марте 1918 года, когда Петроград, большая угроза будет, опасность для того, чтобы немцы его не захватили. Вот спешно будет подписан Брестский мир. Это все-таки один миллион квадратных километров будет уступлено Германии. И более 50 есть статистика, что 56 миллионов населения. Это будет тяжелейшая потеря, но вспоминаем декреты о создании рабочей крестьянской Красной Армии раз. И второй знаменитый декрет в 1918 году «Социалистическое отечество в опасности». Поэтому советское правительство во главе с Лениным приносило такие жертвы огромные для того, чтобы сохранить власть. Он балансировал на грани буквально. Власть ради власти или все-таки, чтобы взять передышку какую-то, чтобы в том числе и укрепить каким-то образом Красную Армию, только созданную, в общем-то? Как раз в марте месяце начнутся проблемы с внутренней контрреволюцией. Начнется то, что называется гражданская война. И, да, отношения внешние, они отойдут несколько на задний план. Нужно будет укрепиться внутри страны. Потому что заканчивается установление советской власти, то, что мы называли в советское время «триумфальное шествие советской власти». И начинаются… Смотрите, получается как. То есть революция произошла на территории белорусской, а затем просто на всю эту уже постреволюционную, свежереволюционную ситуацию зашли немцы и просто оккупировали территорию. Да, абсолютно верно. Потому что армия была частично демобилизована, частично распропагандирована, боевой силы она практически не представляла. Особенно вот здесь у нас, в Белоруссии. Это будет прослеживаться последствия и дальше, в 19-м и 20-м году, и когда будет знаменитое наступление Тухачевского на Запад, то же самое, что не очень будут хорошие части здесь в плане боеспособности. По-другому, революцию некоторые историки называют именно так, как она происходила у нас. Солдатская революция. Это именно потому, что линия фронта здесь была, и, как вы говорите, примерно 2 миллиона. Это очень много. Особенно, ну так, для сконцентрированных людей и солдат. Поэтому? Ну, конечно. Вот солдатская революция – термин, который действительно имеет место, потому что, если посмотреть на фотографии, на киносъемку того времени, огромная масса людей в солдатских шинелях, которые очень часто были вот этой вот движущей силой, либо силой, которая была, устанавливала именно советскую власть, охранной силой, ну, это традиция того времени. Это вот серая солдатская масса в самом лучшем смысле этого слова. Или по-другому лучше сказать советским термином «человек с ружьем». Фильм 1938 года. Что там говорит Владимир Ильич Ленин? Не нужно бояться человека с ружьем. Он несет порядок, он несет стабильность. Вот. И там он приводит пример, что вот старушка где-то в лесу, собирая хворост, встретила человека с ружьем, она его не испугалась, он еще и хвороста добавил. Вот современная революционная армия, вот современный подход к таким людям. И, соответственно, да, вот революция в солдатских шинелях. Ну, если вернуться вот к моменту, пока не произошла оккупация, внешние силы, ну, как бы сейчас сказали, там, центры принятия решений где-то там в Европе, ну, тогда об Америке, наверное, речи еще не шло, как о центре принятия решений. Насколько они влияли вот на процесс, который у нас происходит революционный? Ну, или пытались влиять? Влиять они пытались, но, наверное, проблема возникла жестко тогда, когда 26 октября 1117 года, буквально вот на второй день советской власти, был издан декрет о мире. Большевистский декрет, первые советские законы назывались декретами, они имели, скорее, не сколько законодательный, сколько такой пропагандистский характер, где было указано, что советское правительство выступает за мир немедленный, без аннексий и контрибуций. Это был своеобразный удар в спину союзникам по Антанте. Вот. Естественно, этим воспользовалась и немецкая сторона. Единственное, что никто из союзников, конечно же, большевистское правительство в этом плане не поддержал. И Брестский мир, который начали большевики, советское правительство, его называют сепаратным. В прямом смысле этого слова, потому что он происходил... Союзники. Да, да, да. Вне соглашения с союзниками. Потому что Россию-то и привлекали в Первую мировую войну именно с таким дальним взглядом на то, что это будет надежный союзник многомиллионной армии, которая будет сражаться, скажем так, в том числе и за общие интересы Антанты, вот этого военно-политического блока. Ну и здесь событие, которое произошло, конечно, было, скажем так, не очень на руку, это мягко так сказать, союзникам Англии и Франции. Это в глобальном плане. Если брать конкретно Белоруссию, то внешние события повлияли больше, когда произойдет революция в Германии, которую, ну вот, в глобальном плане, что будет мировая революция, ее ожидали, но то, что она так внезапно... Все рядом, 18-й год. Да, в ноябре месяце с восстания моряков в Киле разовьется событие, и пойдет дальше революция, и пойдет Германская империя, будет создана Веймерская республика. Так вот, здесь проблема была в чем? Что, уходя, допустим, немцы дали возможность прийти назад большевикам в Белоруссию, но в то же время они высвободили Польшу, где развернули свои национальные движения. Они были и до того, но сейчас в свободной территории они начали развиваться очень быстро, и к 1 декабря, 1 декабря 1918 года мы имеем польское государство, которое уже в апреле 1919 года начнет наступление на Социалистическую Советскую Республику Беларусь в целях восстановления Речи Посполитой в рамках первого раздела 1772 года. Это вот сколько месяцев здесь получается? Это 4,5, и у них уже армия, у них уже обмундирование, оружие, все, естественно, с поддержкой Франции, Бельгии, Англии, Антонды. Основные игроки-то никуда не делись? Нет, никуда не делись. Да, действительно, это все так зачиналось, но вот они и дальше. Я уже не говорю про интервенцию, допустим, вот ведь союзники, которые поняли, что мир без аннексии и контрибуции и царские долги советское правительство выплачивать не будет, они сделали ставку на поддержку контрреволюционных сил. И французская эскадра прибыла в Одессу, англичане высадились в Мурманске и Архангельске, американцы с японцами на Дальнем Востоке, английский десант был в Баку. Да, ставка была на белых генералов, которые обещали в случае, чтобы, если будет помощь, в первую очередь материально-техническая, то оплату царских долгов. Ну, видите, не иностранная поддержка, причем очень мощная, прямая, и своими войсками, и финансами, и вооружением для белой армии, чем-то воевать-то надо, ничего не помогло. И вернусь к своему вопросу, чем привлекли большевики и здесь, и в целом в бывшей Российской империи? Я бы сказал так. Ведь без этой идеи не выиграли бы. Я бы сказал так, что большевики своими идеями и лозунгами, именно в то время, в 1917 году, они наиболее отвечали чаяниям народа. А большевики выдвинули свою аграрную программу. Сделали весьма грамотно. Они позаимствовали много в 1917 году от эсеровской программы, то есть программы социализации земли. Эсеры считали, что земля не должна быть ничьей собственностью. Это должна быть общенародное достояние, разделяться между людьми по едокам, те, кто ее обрабатывает. Вот большевики, которые сперва выступали за программу национализации земли, они перехватили вот этот вот эсеровский тезис. И земля была взята у помещиков и передана советской властью в руки крестьянских советов. То есть это то самое знаменитая земля крестьянам. Да, земля крестьянам, которую потом советы делили, ну тоже по едокам, и это дало большую поддержку. Это, во-первых, зная, что Россия и белорусские губернуты в том числе, это аграрные регионы, конечно же, поддержка серьезная. Это мир, который принесли большевики. Конечно, он был шатким. Не всегда он, ну видите, вот немцы наступали дальше, не зависел, собственно, от советского правительства, от большевиков, но, тем не менее, люди увидели, что большевики пошли на такие решения, которые вот устанавливали мир. Потому что война, конечно, очень сильно встряхнула общество, порядком надоело, принесла огромные лишения, огромные потери. Это была первая война с такими большими, скажем, потерями в физическом плане, большое количество погибших. Вспоминаем, допустим, как для того, чтобы пополнить офицерский корпус, в школы прапорщиков начали массово принимать выходцев из крестьянского сословия, из разночинцев различных, в то время, как, допустим, до 20 века русский офицерский корпус, русская императорская армия, он практически весь был дворянским, за небольшим исключением, там, немного процентов совсем, потому что большие потери были. Большевики, я бы сказал, в то время, они что обещали, то и делали. Вот такого вот безголосого, простого популизма у них было немного, я бы сказал. А может быть, даже и вообще не было. То есть в них, вот сейчас модно об этом говорить, увидело население реальную силу, которая может взять власть и повести дальше. Потому что временное правительство с своими обязанностями, ну, опять же, не справлялось то ли потому, что не хотело, то ли потому, что оно просто временное. Все ждали чуда вот этого учредительного собрания. И там уже решим вопрос и о земле, и о мире, и о том, какая будет Россия, в какой форме она будет развиваться, какой будет демократия ли это, либо еще что-нибудь и тому подобное. Вот. И тут следует привести пример, что уже в этом плане временное правительство уже действительно заигралось. Потому что, если брать, ну, допустим, французскую революцию 1848 года, падение монархии, то там учредительное собрание будет создано через два месяца. Если брать германскую революцию 1918 года, там учредительное собрание, если ошибаюсь, через четыре месяца. Здесь проходит с марта месяца больше полгода, восемь месяцев и ничего. Возможно, был бы и какой-то другой процесс развития. Временное правительство попыталось убрать революционные партии с арены. То есть они не занимались вот этими насущными проблемами, а занимались тем, как бы укрепить свою власть. Вспоминаем корниловский мятеж, когда договорилась временное правительство с Корниловым о пропуске его частей в революционный Петроград. И здесь, опять же, большевики себя показали реальной силой, когда они боролись с Корниловщиной, так называемое, вот это движение, и не допустили до революционного Петрограда ни одного корниловского поезда. В том числе и на территории Беларуси это происходило. Они разоружали, они распропагандировали, агитировали, применяли силу физическую. То есть вот август месяц, это вот борьба с Корниловским движением как раз, август месяц это тот период, когда большевики от небольшой, наверное, партии перешли, скажем так, к широкому движению достаточно. И они показали свою силу всем людям остальным. Да, вот август переломный момент. Ну, то есть не на голом популизме они вышли вперед? Нет, 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 я сказал, что нет. Популизм, наверное, даже и в меньшей степени он вообще был присущ. Лозунги, которые они выдвигали, они, конечно, звучат красиво. Да. Другой вопрос, как их реализовать. С этим всегда сложнее. Но видите, как показывает уже то, что мы знаем. То есть оно-то и реализовано было. Да. Да. Конечно, дальше шло развитие и по-разному, очень по-разному. Но на первом этапе, во всяком случае, что они обещали, то и делали. Да. Опять же, применительно к Беларуси, вот на ваш взгляд, ведь до Октябрьской революции Беларусь своей государственности не имела, в принципе. Почему вот именно в рамках Советского Союза в этой форме смогла реализоваться наша государственность, наше национальное государство, собственно, появится и до сих пор существует? Ну, я начну, наверное, все-таки издалека. Потому что помимо вот большевиков было у нас и национальное движение, причем оно было представлено различными направлениями. Были и национальные партии, организации, ну, вот та же самая белорусско-социалистическая громада, которая действовала здесь, на территории Западной области. И не только эта организация, и другие. Вот. Была общая координационная организация Великая Белорусская Рада, которая координировала все белорусские национальные организации. Тот же самый Аркадий Смолич, допустим. Были национальные деятели и движение национальное, которые находились на территории, захваченные немцами. Белорусский Народный Союз, допустим. Деятели БСГ Антона Ивана Луцкевича, Вацлав Ластовский в Вильне. До определенного времени там Малайза Пашкевич также. А были национальные организации, которые были среди беженцев на территории России, особенно Петроград, крупные другие города. К примеру, так называемый Белорусский областной комитет, который был создан как раз в 1917 году, который был одним из инициаторов вместе с Великой Белорусской Радой создания какого-то Всебелорусского съезда, который прошел. Он прошел? Да, абсолютно верно. В декабре, 5-18 декабря 1917 года в Минском городском театре, сейчас театр имени Янки Купалы. То есть они тоже продвигали идею создания какой-то белорусской государственности. Их можно разделить на две группы большие. Это либо областники, то есть область в составе Российской Федерации, как и раньше. Либо это автономисты, то есть широкая автономия с большими правами, может быть даже и что-то большее, вот в частности Вацлав Ластовский был первым национальным белорусским деятелем, который поставил вопрос, не все его поняли тогда, по сути дела независимости Беларуси. Были представители польских национальных сил, которые действовали у нас на территории Беларуси, небольшое количество партий было организаций, которые считали, что нужно Беларусь всячески двигать в сторону Польши, чтобы она была частью Польши, то восстановилась, понимаете. Тоже проблема, да, что рано или поздно все равно окажемся в этом плане вместе. Вот такая у них идея была. И вот, наверное, в силу того, что 18-й год – это для советской власти год борьбы с контрреволюцией, которая только началась, гражданская война, это заключение тяжелейшего Брестского мира, вот этот момент, он временно был упущен. К тому же, к тому же, момент самопределения белорусов, к тому же фронт подошел буквально под самые границы современной России и Белоруссии. Белорусской территории оставалось совсем немного, но ее увеличили, по сути дела, искусственно за счет Смоленской области. Можно долго спорить, насколько Смоленская область белорусская. По карте Карского одно, по населению, которое сейчас уже другое. И вместе с немцами, которые вступили в Минск, одновременно развернулось белорусское национальное движение под названием Белорусская народная республика. Вот, 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 вот. Получается-то в чем штука, что вот эти все национальные движения, ну, по всей Восточной Европе это время, когда действительно национальные движения развивались. Беларусь, видите, не стала исключением, в общем-то, такой общий тренд, опять же, как сегодня сказали. Но на территории Беларуси это все это получается, в основном, не все, но в основном, происходило под немецким флагом. Да, это происходило под немецкой эгидой. Правда, эти декларационные документы, которые издавала вот эти вот уставные грамоты Белорусская народная республика, опять же, их можно сравнить с какими-то пропагандистскими моментами. Потому что государство, помимо пропаганды какой-то, оно должно иметь территорию населения. В рамках Минска дальше ничего не было. И то с согласия немецких эвакуационных войск. Но об этом узнали в Москве. И обратили на это внимание. То есть, вот, с одной стороны, Белорусская Советская Социалистическая Республика, или как тогда называли Социалистическая Советская Республика, Беларусь, была создана 1 января, 1919 года, БНР стало функционировать как такое непонятное образование, да, в 18-м году, 18-й год раньше 19-го. То есть, тут действует четкий принцип хронологической последовательности. Раз. И второе. В Москве, в Советском правительстве, в Национальном комиссариате по делам национальности, который возглавлял Иосиф Сталин, обратили внимание, что белорусы могут пойти не туда. Либо сделают проблему советской власти. И нужно этот национальный аспект брать под свой контроль. Конечно же. Не без этого. И поэтому, вот, при Национальном комиссариате по делам национальности был создан специальный орган. Белорусский национальный комиссариат. Белоноцком, так называемый. В составе таких известных деятелей, как вот Жулунович, Червяков, которые были, скажем так, кто-то был, вот как Червяков, он Игнатовский, тот же самый, они были сперва на эсеровских позициях, но левых, близких большевикам. Или, допустим, коммунистом был, большевиком, Жулунович. Но они были, так сказать, национально ориентированы в этом плане. И вот, с их подачи, с поддержкой советского правительства в Смоленске было созвано, опять же, через деятельность Компартии шестая конференция северо-западная РКПБ. К тому времени уже не РСДРП, а Российская Коммунистическая партия большевиков. Вот. Которая себя объявила первым съездом Коммунистической партии Белоруссии. И, соответственно, был написан Жулуновичем и с его соратниками, опять же, вот слово «временный», временный манифест рабоче-крестьянского правительства СССР, где провозглашалась наша государственность. И тут же, буквально через пять дней, со Смоленска, 5 января, столица переехала в освобожденный, брошенный немцами Минск. То есть, 5 января 19-го года. Да, абсолютно верно. СССР получило и население, и территорию в рамках, опять же, Минской, Могилевской, части Виленской, Витебской и Смоленской губернии. Бог с ним, со Смоленском, но вот куда делась Виленская часть? Ну, во-первых, насчет Виленской части, когда немцы отходили, активизировались национальные движения и в Литве. И была попытка создать государство под названием Серединная Литва, вот это вот Виленщина, потому что там Каунас это свое, вот, литовская тариба, но в Виленщине с подачи Пилсудского, лидера польского государства, генерал Желеговский организовал мятеж польского населения, вот этих вот сил, связанных с Польшей, потому что действительно литовцев там этнических совсем немного. Так вот и это. Да, 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 да. Это поляки, либо белорусы, которые, ну, в том числе и многие из них были сильно опалячены, католичены. И вот мятеж удался, и эта территория отошла к польскому государству. А Литва столица была в Каунасе, уже после Рижского мира, потому что, если брать период 19-го года, то будет попытка создать советское государство и в Литве, вот, и будет в феврале месяце создано такое совместное государство Литбел, так называемое, литовско-белорусская республика, вот, ну, центр будет в Литве, руководство будет в основном литовским. Делалось это, наверное, с целью создать такое своеобразное буферное государство. Не мы одни попали, скажем так, в такое качество. Вспоминайте, пожалуйста, это Дальневосточная республика, к примеру, как буферное государство между Советской Россией и Японией, к примеру, владениями, японским контингентом, но это будет уже потом, попозже, там, в начале 20-х годов. Так и здесь. Чего боялось советское правительство? Оно боялось, что поляки, развернув наступление, здесь части Красной Армии были слабые, что они могут захватить большую территорию. Поэтому лучше они имеют вот вопросы и воюют с Литбелом, нежели, чем с Советской Россией. Это был 19-й год, это было крайне тяжелое время для Советской России. И оно будет продолжаться вплоть до осени, когда будет разгромлен Деникин. Потому что Деникин, к примеру, самый успешный белый генерал, который взял Орел, захватил Мценск, до Москвы оставалось меньше 200 километров. Много в этом коротком промежутке времени с 17-го по 1-го января 19-го года вместилось, но мы говорим о том, что 1-го января 19-го года организовано Социалистическая Советская Республика Беларусь. Правильно такое название. СССР. И вот с этого момента мы можем говорить о том, что белорусское национальное государство состоялось в советской форме. В советской форме, с рабочий крестьянским правительством, с советской властью, в военно-политическом союзе, с Советской Россией. Да. И все, что у нас есть потом, это продолжение всего этого. То есть, а потом у нас есть Республика Беларусь. Мы сегодняшнее вот спасибо должны сказать тому времени только за это. Но это, наверное, самое главное. Потому что все-таки белорусское государство состоялось. Несколько раз балансировали на грани и немецкая оккупация, и польская оккупация, и парижскому миру у нас оставалось там шесть уездов Минской губернии. Совсем немного, но тем не менее, вот как зернышко прорастает через асфальт, вот так прорастали и мы. И я думаю, что без этих событий, конечно же, современности будущего не было бы у нас. Я плохо представляю, какой бы было БНР. Потому что здесь необходима и политическая воля, помимо лозунгов, и политическая сила, и территория, и опора, и поддержка. У БНР этого не было. Ну, при всем уважении к ним они старались, они пытались что-то сделать, но это было не то. Они даже отправили поздравительную телеграмму немецкому кайзеру Вильгельму, это вот в апреле, есть дата 25 апреля, есть дата 27 апреля 1918 года, таким образом попытаясь признать их, скажем так, некий суверенитет и чтобы к ним привлекли внимание, привлекло внимание вот это, но по большому счету это ничего. Смотрел, это кто меня поздравляет? Да, да, да. да, да. оккупируем мною территории появилось новое государство, да? Да, да. Ну, опять же, из чего исходили немецкие оккупационные власти. Они считали, что мы воюем с Советской Россией, раз эта сила, ну, или эта организация как-то направлена против большевиков, ну, почему бы и нет? Пусть загашники будут, пусть они что-то делают, покуда мы им позволяем. И они там занимались, допустим, торговлей, организовали белорусскую торговую палату, там пытались открыть школы в рамках Минска, опять же, попытались как-то распространить свои идеи за пределы, но этого было, конечно, недостаточно. Не было у них, опять же, политической воли, политической силы. Их идеи, они, ну, скажем так, они, наверное, все-таки, может быть, несколько запоздали. Это раз, и во-вторых, ну, Константин Язовитов, Минский, один из деятелей БНР, Минский, ну, скажем так, военный комендант. Известно, что он распорядился тем, скажем так, отрядом, которые хоть как-то были, чтобы они не оказывали сопротивление немцам. Ну, почему же так? Немцы шли, ну, прояви себя, попытайся как-то остановить их, как это пытались сделать, вот, к примеру, хоть как-то большевики, сдерживая фронт. Вот, попытайся с ними как-то договориться в этом плане, но, так сложилось, складывается такое впечатление, что немецкие оккупационные власти сами по себе, а вот это вот как бы, ну, само по себе, только просто они не мешают немцам, ну, ради бога. Вот так вот. Но если бы они попытались что-то сделать, то, то реакция была бы тяжелой и очень со стороны немцев и были бы репрессии и проблемы, конечно же. Ну, видите, и не пытались, понимали, и не пытались, потому что, ну, и второй момент, я думаю, что их бы и не существовало, если бы не зонтик вот этой немецкой оккупации. Да, вполне возможно, можно и так сказать. Они же потом вместе с немцами отойдут, вот, и в эмиграции будет, вот, и Белорусская народная республика, вот, органы. У них, кстати, интересные органы назывались, они назывались народные секретари, народный секретариат. Не комиссары, не министры, а секретари. Как-то даже не воспринимается с точки зрения властных полномочий. Ну, секретарь, ну, как-то, писарь, или там, делопроизводитель, документовед, к примеру, ну, вот, тоже что-то в этом есть такое. Ну, они старались, конечно, но насколько они могли? Насколько могли, настолько и настарались. Ну, можно и так сказать. Мы пытаемся сейчас искать им оправдания. Нет. Кто-то старался лучше, у того, значит, и получилось. так ведь. Да, верно. В жизни ведь все просто, в этом смысле, во всяком случае. Да, их оправдывать не надо, но, вот, понимаете, опять же, 18-й год, они раньше, и, если бы не было БНР, наверное, создание бы СССР, но было бы все равно, но было бы, скорее всего, несколько позже. А так оно было создано, вот, как раз, 19-й год. Ну, уже что было, то было. Да, и понятно, что это все очень сложно, это такая мозаика или пазл, где без одной, вот, частички не может быть общей картины, и наоборот. Но, в любом случае, спасибо вам за этот разговор, об этом очень полном драматизма, о периоде времени, потому как, ну, мы сегодняшние просто должны понимать, что именно тогда, вот, среди вот всех этих, в том самом смутном времени, хотя, ну, смутным временем у нас принято считать другой период исторический, родилось то, что сейчас мы называем Республикой Беларусь. Да, потом это все развивалось, что-то видоизменялось, и так далее, и так далее, но Беларусь сегодняшняя без тех событий, наверное, не получилось бы. Не, наверное, точно бы не получилось. Истоки наши оттуда, да, это наши корни, поэтому надо это знать, надо это изучать, надо это ценить и уважать, да, действительно. Наша государственность начинается там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...